Всем привет, продолжаю за Ассирию играть сетевую партию в Old World. Разбираемся, как тут вообще мультиплеер работает, но если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала, а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И пожалуйста, напоминаю, не забывайте делать клипы к серии и кидать ссылки в комментарии. Приятного продолжения просмотра. Около Тушхана рейд. А где Тушхан? Тут Тушхан, но это не страшно. Тоже крит прошел, да. Тут лечим. Лечим. Придборные ученые. Давайте администратор или... Ну, я хочу, чтобы дипломат появился. Ладно, давайте министр попробуем. Харизма, дисциплина. Ну-ка. И нельзя ее сюда добавить. Зашибись. В губеры тоже. Ну, кстати, можно, наверное, наследника ею. А, уже нельзя. Он уже вырос, похоже. Давайте организуем брак с охотниками. Ну, в принципе, по лесам все зашибись, кроме дерева. Ну, я просто дерево сейчас никак не могу сделать. Нету лесопилок. Вот и все. Как и хочется поселенцам. Ой, разведчикам поселенцам. Перс, у тебя король верхом на слоне ездит, да? Или кто у тебя? Да, у тебя король. Фарнасп. На слоне такой. Тык-дым-тык-дым. Ну и правильно. А он как, на хоботе или сверху? Может, он такой, знаешь, в хоботе завернутый. Убили мне тут скаута. Был скаут. Сколько у меня еще будет жить, мой поветен? Да, у тебя вообще старый уже. 70 лет, да? Кайф. Уважаемый человек. Хорош. Он тяжело болен. Пойдем персы исследовать лучше. Так, кто у нас есть тут из юнитов? Я бы, наверное, какие-то юниты перебрасывал. Ну, например, вот этого прачника, да? То, что он тяжело болен, уже военка в минус уходит. А, приказа нету. Ну, кстати, можно купить. Реально у меня тут тысяча. Зато орлиный глаз игнорирует модификатор расстояния. Это очень крутая прокачка для стреляющего юнита имху. Так, ну, меня вот беспокоит, конечно, армия персов. Не хотелось бы с ним воевать, но он просто сильнее. Грек слабее. Греку бы армию подстроить, наверное. Цивики не хочется тратить там на перемирие. О, видите, уже пошел плюс. Это мы где-то достроили деревню. Сострадательный наследник становится. Это неплохо. Так, предложение Тупая, храбрая, Недисциплинированная. Это Все какие-то так себе Ну, понятно, что это охотников. Тут типа плюс 5 х, но минус такая мудрость. Герой и фанатик. А у нас наследник кто? Герой. Минус мнение со строителями. Ну, может, это тоже герой. Будут два героя у нас. Ладно. Возьмем эту. Так, это у нас Путешествует по миру Земледельцам Естествоиспыта Кстати, лесопилки и плантации. Вот это Хотя, блин, у меня что лесопилок, что плантации все еще нет. Давайте лучше рудники и каменоломни. Добытчикам пускай будет. Цепочка случайных смертей насторожила придворных. А, вот тот артефакт Станет проклятым. Что за черта? Интересно. Нет, давайте тогда вернем. Ну, нафиг. Что-то я Боюсь тут быть проклятым. Царь фанатик становится. Будет скорбящим. Либо плюс две храбрости. Да, давайте так. Там что-то пророку-то не понадобится. Просто нету времени прочитать события. Уж извините. Иудейский апостол. Так, этим я, наверное... Не, надо уже храм Соломона начинать строить. Надо храм Соломона. Потому что 9 лет строится, а тут осталось 13. Если я этого сделаю, то я не успею просто. Ну, то есть мне надо это в Тарси делать. Сюда надо идти. Храм Соломона начинаем строить. Так, этот дорогу провел. Как я и говорил, вот отсюда начинаем. Ctrl-R. Сюда пока ведем. А этим парнем... Монастыри, храмы, городские сооружения. Если пустыня. Черт. Ну, вот тут не надо ставить. Я бы, наверное, фермы вот здесь поставил пока. Тут не надо, потому что соседство с плантациями для храмов. Хорошая штука. Так, мне 38 секунд осталось всего лишь. Давайте форум. В Ниневии форум. Тут у нас никто не нападает. Тогда лечимся. 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 Этим подходим. Стоим пока. 16 секунд. Подходим. Стоим. Скауты. Побежали. Ах ты ж, черт. Тут уже не пройти. Все, не успел походить. Поздравляю, Египет, наконец-то. Да, да, да. Теперь все будет намного лучше. Так, вообще мне нужен еще этот, наверное, посел и вот тут ставить город. А где нам лучше его сделать? Где у нас больше всего? Рост. В дуршаруки. Ну, блин, далеко оттуда. К другой стороны, я дороги уже построил. Давайте, наверное, после рыбака. Да, я даже два поселенца сделаю. Потому что я к этому моменту должен зачистить много территории. Так, как у нас здесь дорога? Давайте, наверное, вот так проведем. Тут тоже надо, но тут у нас есть рабочие. Я ими начну проводить. Так, поехали на этот лагерь галлов нападать, очевидно. Тут их что-то вообще немного. Крит прошел. Да, конечно, сильно у меня новый правитель забустил. Плюс 180 цивиков. За счет чего? Отношения улучшились. У меня же... Правитель был в таких отношениях с наследником. И он не давал цивики. Нет, хорошо. Буст цивиков от совом правителя что? Он как-то харизма? Харизма 8. Сейчас еще поставим. Идеально. Можно наконец-то догнать по законам вас. Блин, у меня тут есть места, например, есть лошади и эти крабы две штуки. Но я вообще в упор не представляю, где тут можно город поставить. Как их вообще достать? Ну, по одной клеточке покупать. Просто очень далеко. Ну, или через специалистов, либо по одной клетке покупать. Все еще нету нормального. А они вот... Ну, блин, мнение других наций. Стоит ли мне ставить посла? То есть, какие у него там бывают действия? У посла. Не, мне это не нравится. Чисто с другими нациями. У нас и так, видите, мы в чатике. То есть, это никак не влияет на наши отношения. Карфаген Некрополь завершает. Блин, вообще бы мне в Ашшуре старших команд... Ну, я форум строю, чтобы это цивики увеличить. Это я за счет этого быстрее старших командиров сделаю. Так что это норм. Так. Здесь я бы... Теперь в столице сделал домики. В общем, вот здесь, наверное, бы делал. Да, видите, мне даже игра сама предлагает тут ставить. Так, тут все домики сделаны. В общем, о чем я говорил, что вот этим теперь можно дорогу проводить. Наверное, вот отсюда поведем. Вот так. Минус харизма. Жаль. Лесопилка. А, я сейчас сикероносцев открыл. Ну, видим-то, лесопилку все-таки. Нам дерево постоянно будет нужно. Так, значит, убиваем этого. В поселении Галов стоит полуразрушенная тюрьма большинства воинов, жителей Оссирии, которые тамились здесь еще немногих лет. Плюс два жителя в Тушхане или Топорщине. Давайте плюс два жителя. Ух ты, просто ваншот произошел. Вау. Просто вау. Так, я бы, знаете, вернулся, чтобы апнуть всекирщиков. Полностью здоров должен быть, понял. Можно полководца назначить пророка либо министра. Но мне больше министра нравится, потому что он 10 очков опыта добавляет. Так. Исследуем. А второй где у нас скаут? Ага. Ну, наверное, сюда пройдем. А этим скаутом следуем эту местность. Какой-то горы открыли. Так, с умидийцами у нас война, поэтому, наверное... Блин, придется купить один приказ, а то тут меня наваляют. Так, перс сильнее. Карфаген такой же, Египет такой же, и грек такой же. Поднастроил грек юнитов. Ну, красота. Египет и Греция первые цивилизации, у которых есть города с высокой культурой. До грек уже давно. Ага. А я вот только пару ходов назад получил. На крутые чудеса нацеливаетесь? Около халиба набег галлов. Это... Ага, здесь. Хрена нормальная. Вот отсюда побегут. Встроение. Ну, опять же, в принципе, у нас тут есть... В принципе, у меня деньги на чудеса. Юниты. Давайте, наверное, так сделаем. Доблестный. У меня лидер доблестный. Так, этого улучшаем до топорщиков. А где-то, по-моему, тут мечник. Вот еще стоит мечник. Тоже давайте до топорщиков. Железа, кстати, мало. Можно побольше этих построить. Домик я бы делал, наверное, вот здесь треугольник. Вот так. Шахт построить побольше. Судья или ученый? Давайте, наверное, судью поставим. Выберем. Рудокопа завершили. Ага, рез. А никто у нас... Это драгоценный камень. Никто из семей не хочет драгоценных камней. Не показывается. Мехомет. Я думал, что кто-то... Или нет таймера после смерти правителя. Нет. Ну, тогда в город. У нас тут третьего и четвертого Ашура есть. Давайте в Ашур. Все-таки столица. Так. А еще соль надо, кстати, добавить. Ну, давайте стены. Потому что это минус к несчастью. Во всех городах подобных. Так. Этого я бы галом... Ну, точнее, я вот сюда бы вел. Тут сейчас будет набег. Будем использовать. Ну, давайте назначим... Как раз два приказа. Не знаю, как это... Ну, по-моему... Высший Синод можно, кстати, собирать. Как у нас отношение с Юдаей? Вообще, 203. Не знаю, нужен ли нам Высший Синод. Ух ты, христианство уже укреплено даже? А, нет. А почему тогда у него плюс 15% распространения? Всем... Всем привет. Привет. У христианства... И там следующая религия еще... Как она там? Намэ. Намэ. Религия Намэ. Ну, хорошее описание религии. Так, какой-то из лидеров у меня скончался. В цепях волокут вашу дочь Атар Пальти. Вменяет разум кража. Взятничество и порча чужого имущества. При вашем появлении цепи спадают, Атар Пальти стоит перед вами, ожидая, что ждет ее наказание. Харизма храбр здесь довольно нормальная. Возместить пострадавшим. Никому не доносует царевну. О, за такое будешь каяться перед всем двором. Давайте, пускай будет. Блин, опять ваншот прошел. Вы еще играете или уже закончили? Сас. О, нам далеко. Встану отсюда, буду атаковать. Через пару метров закончим. Секероносцем пойду сюда. Так, вообще, надо сначала рабочими. Ага, укрепляем. Давайте. Поглянуть можно? Ну или здесь куда-нибудь. Ну, это цивики. Давайте, наверное, культуру возьмем. Мифологию в этот раз возьмем. Укрепляем. Укрепляем. Просто хочу, чтобы быстрее распространялся сам по себе иудаизм тоже. Он у меня в трех городах, но это я сам распространил апостолами. Это мне не очень интересно. Так, есть шахта. Да. Что там, ждет что-то? Ну так, я пришел узнать, как проводится здесь. Я просто только сейчас освободился. Вы, может, в другой комнате поговорите друг с дружкой. Да, я хотел узнать вообще по игре. Вы сейчас уже все здесь собраны. У нас 55-й ход уже идет. Окей, смотри. Ну вы все участвуете, да? Да, да. Да. Возвращаемся лечиться. Ну тут мы город поставим, я думаю, в будущем. Так, 8 приказов. Ну, идем. О, видите, могу даже отсюда стрелять, благодаря тому, что у него прокачка. Это торлиный глаз. Нету штрафа за дальность. Так, это уже походил. Ну что, перс еще не поставил город, разве? Ну, он держит, да? А, у меня тут убили скаута, да? Блин, я уже двух скаутов потерял. Не очень приятно. В жизни царевича нет легких дней, он получает плюс один в дисциплине. Праведливо. Но я же царевич, я хочу гулять. А, блин, у нас железа не хватает теперь. Сколько ему надо? Сотка, да? Ну, купим, конечно же. Просто сразу сотку и купим. Ой, то есть купить только надо сначала. 400... Да, нормально. У нас еще есть мечники? По-моему, это все. Да. Вот все и улучшены. Ну, и вот сюда дорогу. Все, этот город соединен. Соединен. У нас не присоединен, остался только... А, интересно. А, да, соединен. Да, вот только Тушхан остался. Так, начинаем командиров делать. То есть, видите, надо три уровня сделать, чтобы двух старших командиров получить. Сколько у нас храм Соломона? Еще четыре хода. А сколько садочков у Персии? Семь. Вообще, что-то меняло. Ну, Перс, я так понимаю, вложился в армию изначально. Он прям хотел именно центр заселять. Я без камней попался, поэтому я без чудесвета играю. В смысле, без камней? Если у тебя тут гор, как бы, дофига, по-моему, нет. Нет, ну, я в равни не попался, мне негде каменолом не строить. Как бы, поэтому проседаю по камне. Это, наверное, или не добивать. Просто это сейчас даст нам приказы. У меня, как бы, я не знаю даже, куда эти приказы сейчас девать пока. Слушайте, а что Синод дает? Просто улучшает отношения с религией и все? Да, в принципе, можно просто влиять на главу религии, по идее, то же самое. Ну, то есть, если хорошее отношение с религией, то нету смысла этот Синод проводить, правильно? Он может и ухудшить отношения, и события вызвать. Разные там, рандом. А, тогда у него еще и метафизика требуется, которая еще не открыта, ладно. Давай 100 цивиков. Нет, с цивиками у меня проблем нет. Я не представляю, как это нет проблем с цивиками. Такое еще бывает. У тебя, наверное, зато спецов дофига. У меня вообще практически спецов нет. У тебя же там, наверное, какие-то эти... Да не то, чтобы и много. Ладно, давайте, наверное, убьем фиг с ними. Этого. И этого. Потом пойдем тут в галлоне разбираться. Ой, я даже еще забыл, что монашество исследовал. О, тут я пройти смогу, интересно. О! Просочились на территорию персов. Отлично. Так, но у меня еще дофига приказов, поэтому, наверное, надо юнитов. А где-то у меня тут был во. Давайте вот этого топорщика таки поведем к галлам. Хотя, знаете что, с другой стороны, он тут стоит, он так прокачивается, правильно? Давайте лучше прачников, которые как раз никак не прокачиваются, кроме как в битве. Наверное, даже вот сюда поведу. Еще у нас есть прачник здесь и прачник, а это прачник. Давайте вот этого еще тоже поведем. Ну, блин, у нас восемь приказов. Что нам их... Что нам с ними делать? Я не хочу, чтобы они продавались. Ну, кстати, повышение можно сразу. 10 к защите. Лечение не особо. Против пехот. Давайте против пехотных. Полководца пока не могу здесь добавить. Зато, наверное, здесь могу. О, так тут и повышение. Так, вот, закончился. Пока я выбирал. В Афинах манихейство. А интересно, а как это? Вот там же он требует два города христианства, два города зарастризма. То есть, понятно, что это грек не мог распространять. То есть, каким образом оно у грека появилось? В принципе, в мире два города. Ну да, в принципе, в мире. Ну, то есть, почему дали греку стать основатель? Потому что я первую теху исследовал. А, теха, понял, понял. Давайте мы тут полководца ему назначим. Против фасадных и кораблей вообще бесполезно. А может здесь остаться, все-таки держать это место? Ну, я не знаю, кто его может занять. Вряд ли Египет займет. Если чё, я ему войну тогда объявлю. Так, я здесь поселенцы. Поселенцы у меня из дур Шарукина пойдут. Два сразу делаю. Потому что там больше всего еды. Семьи. Мудрость, храбрость. Ну, так себе дисциплина. Тут просто, ну, есть красавец такой будет. В общем, это ученый, как ни странно. Давайте, наверное, с харизмой возьмем. Царевич. Это наследник, да? Ну, кстати, почему нет? Почему и нет? Давайте сюда подойдем. Назначим царевича. Тут дорога проведена. Ну, кстати, можно и вот так еще дорогу сделать. Так, здесь тоже дорога есть. Деревни пока только одну можно поставить. Давайте, наверное, тут ферму и потом здесь амбар. Где-то тут реально такое название было? Новый Афин или ты сам назвал город? Я переименовываю. Если в любом случае по-русски появляется, как минимум. Да, здесь. Здесь латиница, значит, переименована. Интересно, почему я вижу эти вот города. Три штуки. Новая Афина, Афина и Спарту. Остальные не вижу. Дальше вопрос. Ну, я так понимаю, что показывают те города, где есть чудеса и где есть религия. Ну, священный город религии, точнее. Священный город есть. Спарта, допустим, а почему Афины тогда видны? Афина, наверное, у тебя там... А, там, это, вот, язычество, наверное, оно тоже считается. Да, да. А, наверное, поэтому я и Персеполь видел. Возможно, нет. Да, давайте заеду. А где Дуршуракин? Кто под... Не понимаю, кто тут Дуршуракин. Почему пишут, что... Смерть наместника. Фак. Ну, давайте нового. Пророк. Кстати, Пророк ничего такой будет. Еще и минус к несчастью. Да, его ставим. Хотя, слушайте, эта владычица очень неплохая. Она, между прочим, на... Руднике и каменоломне. Не, давайте ее лучше. Какое чудо хотел построить. Отлично. Только эти рудники надо бы поделать. Деревню. Может, рудники здесь вот так вот треугольничком много. Давайте рудник. Это я покупаю дерево за альт. Альт нажимаю, точнее. Так, здесь начнем все-таки с рудников. Тут как... Нам нужно все больше и больше железа. У меня как раз именно с железом проблемы. Ну, проблемы и с деревом, но, повторю... Это только потому, что не открыты лесопилки. Которые, собственно, я сейчас и открываю. Пастух. Жителей 0. Давайте стены, чтобы несчастью тоже меньше шло. Тоже ваншот, что ли? Охренеть. Не убиваю пока. Может, кстати... Ладно, давайте этим проатакуем, а убьем королем. Лагерь галлов уничтожен. Галы господствовали над вандалами многие годы из-за высокоценных ресурсов и выгодного местоположения племени. Он также беспокоен тем, что другие племена варваров будут оспаривать наши права на завоеванные территории. Пусть будут прокляты другие племена. Пусть получат свою долю. Пусть будут прокляты. Не знаю, а нафига у меня с вандалами здесь хорошее отношение. Креп, какой-то науки вход. 40. Просто хочу понять. Следующие. Хотя, наверное, от количества тех зависит больше. От количества тех, да. Грек, хорошо, сколько у тебя тех. Это долго считать. Я что, математик, что ли? У меня сейчас 12. Грек для меня следующий. Для меня только карфаген простоват. Все остальные, я так понимаю, лучше меня. Конечно, медленно достаточно игр развивается. Вообще, штука 58-й ход. Пругой тяжело заболела. Ай-яй-яй-яй. Так, тут достроили дорогу. А, он уже походил этим ходом. Ладно. Здесь соль надо будет добывать. Блин, я не понимаю, у меня тут нету рудника, что ли, или что? А, тут я каменоломню тут построил. Вот это я молодец, конечно. Так. У нас вот этот прачник уровень получает. Наверное, отойду вот сюда. Пирс, ты уверен, что ты хочешь этот город удерживать? А где он город, какой удерживает? У вас, что она хватила, или какой? Ну, который над вулканом. Там, где твой слон. Там, где слон, на данный момент? Да нет, кричи. А где варвары, лучше мне скажи. Или ты бы всех помочил бы. Варвары сверху. Так, мудрость, харизму. Я бы харизму ему дал. Ну, можешь мне помочь зачистить. Там... Блин, у меня уже 2000 военных очков. Четыре лагеря. Надо что-то с этим делать. Давайте уровни дадим. 8 клеток вверх галы. 248, 270, вот, 70, например. Не, их нет. Вообще вынесли из карты? Ну, я их не вижу. Метский стрелок. Да, они у карфагена есть. Плюс дальность. Ориентируйся на какая клетка. Плюс минус. Веди на клетку, там майдишник. Тебе именно на медицы нужны? Мне все нужны. Ну, тогда я хотел бы галов. Закаленный. Видишь метку? Сверху. Просто эти военные очки потом начинают продаваться? Зачем? Лучше использовать. 45, 53. Вверх, который я тебе говорил над слоном. Точность или щитоносец? Да, щитоносец. Так, этот у нас просто бежит по дорожке, ломая ножки. Пора уже делать союзы. Да? А что они дают вообще? Ну, можно сговориться на словах. Ну, по-моему, тоже на словах. То есть без разницы, что ты заключил союз, все равно можно объявить войну следующим же ходом. А союз кто-то должен, по-моему, цивики потратить, чтобы его предложить. И быть дипломатом. Ну, это была просто шутка. Еще одна амбиция выполнена. Храм Соломона построен. Как у нас тут по религиям? Три города, Зарастризм четыре. Сандрийская библиотека три. Так, а что вообще? Могу еще читать. Могу еще приколоваться. Пучку док? Нормально. Так, двадцать процентов культуре просто, да? А, десять менее иудаизма. И апостола каждый двадцать лет. Ну, двадцать лет, как это? Это хорошо. Свершилось храм мандалы. Приглашает на... Гунифрида приглашает на охоту. Пцарь станет глупым. Неохота. Подозрительным. А у нас мудрость, наоборот, повысится. Давайте, да, вот так сделаем. Следующая амбиция. Чужеземную столицу иметь восемь полководцев, а уже пять. Принять искупление. А давайте, кстати, восемь полководцев. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Явно я здесь могу назначить. Шесть. Так. Я вот, знаете, думаю, что может мне не спешить с убийством галов. Может еще какая-нибудь амбиция там на убийство кого-нибудь будет или что. А с другой стороны... Че ждать? Жесть, тут перс, конечно, вычищает просто все, что есть на карте. Не, заберешь это место, а я не буду там стоять. Санитар карты. Да, да, да. Блин, просто ваншот за ваншотом. Странно, я так во двоих убил. Просто царь замахнулся топором и минус два юнита. Просто какой-то массакр происходит, ладно. Так. Кажать, конечно, что у меня сейчас правительный билдер. Кто у нас есть еще не с генералом? Вот прачник. Я им походил, да? Можно было бы еще здесь, нужно в два раза быстрее построить. Тут генерал есть, топорщик вот этот. Да, проблема, что эти все уже находятся. Не знаю, насколько мой текущий правитель похож на бодибилдера. Так, монастырь я, по-моему, не могу строить еще. Наверное, не очень. Давайте распространять религию. Блин, что-то времени еще дофига. Так, стены. Значейство. 20 секунд. Надо быстрее ходить. Что тут? Вот тут пастбище. Так, этот рабочий. Давайте лагерь. Две секунды. Не успею. Так, мне как-то надо двух. Возможно, сюда можно будет добавить. Или это все-таки из... Нет, наверное, нельзя будет. Ауч, прачника бьют. Нет, видите, нету. Эти все три полководца уже назначены. Кстати, я могу пересадить... Вот это наследник. Я, наверное, этого могу сюда, царевича, пересадить. Так, давайте так и сделаем. А, нет, это не наследник. Блин, откуда я тогда его пересадил? Сюда, что ли? Зря потратил. Хорошо, здесь кто? Нет, это... А, кто-то же предупреждал, что кому-то надо. Ну, что, стоит и стильно. Что, что там? Ну, карфаник бежит. Можно, например, начать. Он действительно об этом предупреждал. Я вот прям отсюда уже могу по этим стрелять. Не могу туда пройти из-за зоны контроля. Все, надеюсь, этого убить. Ну, не хватает, походу, да. Хоть и крит прошел. Продолжение руки и сердца для царя. А у нас жена умерла. Так, 38, а царю 52. Ну, давайте вот эту матриарх. Нет, матриарх у нас вот эта. Она, правда, некрасивая. Знаете, красивую? Так, лучники. А, вот у нас едут. Слушайте, тут выс... Блин, это было у меня сообщение, что там высаживаются. Так. Бежим на помощь. Этот у нас посел, значит, прям отправляется сюда. Давайте, наверное, марш сделаю. Что будем делать? Перерывом на час. Ну, перерыв на час, что будем делать? Ну, давайте. После этого хода, да? Он нас предупреждал заранее. Если на час, то я потом где-то еще полчасика смогу поехать только. Жаль. Можем продолжить через полгейм. Давайте договариваться, когда мы закончим уже. Хорошо. Так, в этом городе. Хотя, блин, 16 ходов. Ладно, давайте стены тогда. Поселение 16 ходов чуть долго. Любой день у меня следующая неделя отпуск. Да, камнереза надо, потому что это мы соль получим. Ресурс. Не, надо юнитами ходить сначала. Блин, может и не получится 8 полководцев. У меня просто надо какой-то другой семьи. Вот этой семье у меня тут есть полководцы другие, понимаете? Их надо, видимо, использовать. Ну, короче, в начале хода я не знаю, как мы сделаем. Сделаю сейв или просто уберу таймер. Как лучше. Я, наверное, и то, и то сделаю. Наверное, вернусь вылечить этот юнит. Так, а тут просто сюда пойду. Так, все города у меня соединены. Вообще, по количеству городов как? У меня 9 городов. Так, подождите, не выходите, пока я сохранюсь. Так, я сохранился, убрал таймер, так что как хотите. Давай, Бучерина, ждем тебя. Ты когда вернешься, напиши, если у меня нет микрофона, напиши в Дискорде, чтобы мы тебя увидели. Так, ну я пока похожу, наверное. Королем добью. В едином порыве выжившие гальские дворяне предлагают вам множество драгоценностей, украшений, иконы, представляющие их культуру. Как завоевателю вам следует носить и драгоценные одеяния. Наши полководцы ворчат за вашей спиной, но есть такое понятие, как мудрость по отношению к недавно побежденным. Так, легитимности минус 20 мнения. Эти награды принадлежат тебе по праву. Можно следует ходить, если мы будем релодиться. А, точно. Ладно, что-нибудь выберу здесь. Будет иноземцем и... Видимо, мы просто будем выгреждать. Так, легитимность. Ну, я выходить не буду, например, из игры. Как хотите. Угу, окей. Триста шестьдесят. Ребята, да, наверное... Ну, триста шестьдесят денег или лучше... Наверное, деньги давайте возьмем. Так, мы пока закончим. Выдай с голосовочкой. Мол, шестьдесят. Ну, как в Сидро Кингс, в принципе. Это... Это у кого персонаж гей в Греции? А, так это нормально. Там нормально, это да. Это наоборот, типа, нормально. Типа, такие все, ну... Где филанский отряд? Так. Ну, типа, запускаю таймер обратно. Видите, даже не пришлось сейф грузить в итоге. Да, вообще. Было время посмотреть, что, как и где районы строить. Ну, давайте. А, это уже походили. Конечно, сюда бы еще метки к цивилизации. Ну, там, типа, можно, на самом деле, альт и кнопку, но там такие дебильные метки. Да, это да. А, я даже не знал. Да, альт и левая кнопка, но они, да. А, и видны их хреново. О, тут еще... Брек, ты вообще тут когда-нибудь будешь? Вот, сейчас. Ладно, я полечусь. Сейчас. Поставил метку. Над твоей столицей. Вверх от твоей столицы. Вверх... Почти до моей столицы. Что за события? Пророк умер наконец-то. Ну, хотя нормальный пророк был, но какой-то странный. Так. Олигарх устроил чудесное празднество. Отлично, отлично. 70-51. А, там где скифы? Ну... Так. Тут мы шахту построили. Давайте еще шахту. А что, ты хочешь сюда высадиться? Приходя тут, я хотел треугольник из этих сделать. Как-то, конечно, значит так себе. Боже, а у кого там тарелки? Это у меня, sorry. Я думал, что я успею, а я не успел. Так, давайте сюда перебегать. Ведь надо будет ремонтировать сети. Так что, давайте сюда идем. Давайте продолжать. Ого, у Леша уже 4. Да. Амбиции. Ну, это у меня удачная амбиция храм Соломона построить. Так что, типа... А что там храм Соломона дает? Ну, это чудо на религию. Ты же тоже можешь всякое такое же построить. Да, в принципе, нужно будет. Ну, я просто еще и амбиции к этому так думаю. Ну, да, давай строить. Блин, а что я сейчас нажал? Блин, я ход пропустил. Не туда нажимал просто. Вот на альт надо было. Перс, а сколько у тебя юнитов? У него, интересно, если ты сильнее меня. Я думаю, у него не количество юнитов, у него качество. Как минимум, я Слона видел. То есть, Слон, сам понимаешь. Ну, у меня колесница примерно такая же. Guys, come on, Слон. В смысле такая же? Как минимум, там единица, по-моему, ну, разница. Слон, по-моему, 7 атаки, а колесница... Нет, 6, наверное, Слон. Уникальный юнит. Тем более, еще уникальный... А, уникальный. Ну, сравнить надо. Давайте, наверное, сюда встану, проатакую. Так, я у себя на сер... А, нет, вон еще галлы сверху. Короче, расселяться надо. Перс, короче, решил свою территорию не занимать, чисто в центр лезть. Он решил истребить всех галлов. Камнерез, младший офицер. Мальчик молодой. Младший офицер. Причем они такие милые, Рыжий? Причем, мяло. Так, у... У Рыжих же нет души. Никто не против, я смотрю. Если кто-то Рыжий меня смотрит... Ну, так, а мы не в Дарксовском. Не обижайтесь. Ну, надо еще кому-то. Вообще, кстати, Перс больше всех расселился, походу, нет? У него... Так, какой-то полководец скончался у меня. Факт, опять 5, видите? 4, 7... А, нет, я ошибся. Не, да, 7. 7 городов у Перса больше всех расселился. Добиваем. Да, наверное, вот так, убьем. Так, этого сюда лечиться. Так, и территорию я тут не хочу удержать. Просто один ход просто уйду, чтобы не тратить приказы на... То, чтобы эту территорию удержать. Так, лесное хозяйство. Бесплатный поселенец, несомненно. И теперь можем лесопилки строить. О, тут, кстати, сообщают, когда укрепляется религия. Нифига себе. Я и не знал. То есть, мне сообщили, что сейчас христианство и... Какая еще религия? Пом-зарастризм. Из-за ароастризм, да, укрепили религию. Угу, да. Я еще первый раз это заметил, когда кто-то пом-ты как раз укреплял. А, ну да, поэтому ты и не видел. Так, слушайте, а кто это тут занял у меня территорию? Где у тебя? Под город. Я там очистил это, я просто отошел юнитом. Я сейчас накажу. Ну, посмотрим, как подойдешь. Там уже что-нибудь придумали. Нет, если я уже подойду, то я буду просто наказывать, даже не спрашивая. Потому что очищена территория, то есть ты думаешь, для тебя это очистили, да? Там галлы, главное, были. Галлов все... Там еще один третье чудо строят. Интересно. Блин, сюда надо было встать. Галлов все не любят тут. Дай ресурсы. Это просто даже под моими городами получается. Я бы на твоем месте очень подумал. А до куда у тебя дотянутся границы города, если ты поставишь его? Если он не дотянется до солей, то я освобожу. Ну, я не могу посмотреть, пока ты занял. Ну, на сосед... А, блин. А у меня поселенцев нет. Я бы хотел узнать, если до солей не дотянется, то в принципе я согласен уступить. Вот, которая справа. Слушай, я тебя даже спрашивать не буду, ты знаешь. Вот тут вопрос просто ты либо освобождаешь, либо мы воюем. То есть у тебя такой вот вопрос. У тебя не очень мощный, он в уникальных юнитах выше убил. Ну, окей. Ну, это просто... Вот это просто моя территория. Тут как бы вопрос не... Знаешь, не в уникальных юнитах. Давай упарываться. Это вопрос стратегического расположения города. Ну, он тоже на выходе у него с территории. Неправда. У него на выходе с территории вот тот город, где ты слоном стоял. Вот это у него на выходе с территории. И вот там на выходе с территории еще он выше гала, где он вообще тупо контролирует всю его территорию. А это город, который ведет прям это ключи от моей территории. Так. В заточении. Нет, с царевичем... Нет, давайте мы не будем... Слишком сильно отреагировало, давайте выберем. Бой, охрана... Давайте охрану возьмем. Освобождаю, только, пожалуйста, посмотри. Скажи хоть заранее, оно там до солей доходит или нет границы. Нет, не доходит. А, ну хорошо тогда. Надеюсь, вот эти вот соли... Ну, они реально далеко. Я, наверное, вот сюда поставлю. Так, окей, этих ремонтировать давайте. Ремонтировать. Ремонтировать. Так, рабочими надо походить. Одион. Да, давайте Одион построим. Неудивительно. Это у охотников... А, лагеря и сети на лесопилке это не влияет. У вас лесопилки, кстати, вот здесь, по-моему, кубер. А, каменоломни, рудники. Ну, вообще, я бы тут каменоломни... Не, каменоломни, рудники хотя бы плюс 44. А, ну давайте ли... Нет, давайте сначала ферму все-таки. Блин, 37 секунд. Тут с этим надо разбираться. И ремонтировать сети. Ага. Так, теперь в городах побыстрее. Стены. Тушхан. Стены. Тарс. 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 Один житель. 8 секунд. Ладно, каменотеса. Успел. Вы, кстати, успеваете походить? М-м-м, кстати, хороший вопрос. М-м-м, да. Тарс. 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 Опять не то сделал. Блин, как мне отменить... Отменить каменоломню? Ну, я уже ход потратил. Тарс. Тарс. Блин, цири, галы появились в том... Ты ушел уже в Египет оттуда? Да, да, да. Просто... То есть даже не было никакого сообщения, что типа они появятся. Ну, там по идее пишется. Я не видел. Не, ну, им-то, конечно, гамон тут будет, но прикол, что они все-таки появляются. О, есть полководец. Давайте назначим. 6 опять, да? Царевич будет... Господи, что так громко-то против нации 25, либо 20 культуры? Не, давайте обучить командиров своей тактике. Подходим. Убиваем. Лечимся. А тут можно назначить полководца. Блин, следующим ходом только. Так, у меня есть где-то еще воин? Вот. Нет, тут нельзя. Блин, нам надо как-то сделать юнитов, знаете, каких? Вот этих. Вот здесь. Давайте после камнереза сделаем... Блин, 7 ходов будет строиться. И можно цивиками ускорить. Давайте пращиков. Я выполню реально эту амбицию. Да, только здесь не стены, а старших. Хотя давайте найти, что стены достроим. Пускай. Это минус к несчастью. Пускай будут. Так, вот сюда нужен... А поскольку у вас приказов вход? У меня 32. Что-то много. Мягко скажем. Да. Ну, а вы рабство приняли? Нет. Рабство? Рабство, ребята. Ну, рабство все лишь плюс 5, 9. Ну, это нормально. Это я хочу сказать нормально. Ну, и еще, знаешь, наверное, тут 32. Это какие-то юнитов я убил. Еще 2 юнита. Это еще у меня было плюс 4 приказа. То есть, участие плюс 9 это рабство и... И... И два убитых юнита. Так, я поселенца бесплатного получил. Копейщики. Давайте верховного советника и колесницы открывать. Убиваем. Непобедимый. Я теперь известен как Эль-Эль-Нацир Непобедимый. Мертвых праздником. Три отряда мятежников. Давайте почти мертвых праздник. Давайте не будем у нас тут кто-то появляться. Так, вопрос. Только сюда ставить или сюда? И это будет... Учит сильно. 2-2-2. Ну, я бы, наверное, воителей ставил. А, он, видите, атаковал поселенца. Я сразу ставлю немножко поломанный город. Так, бесплатный поселенец идет у нас, пожалуй, вот сюда. А там еще один поселенец мы делаем, он туда выше пойдет. Ну, давайте лесопилочку уже начинаем строить. Ну, конечно, мне нравится, как границы будут в итоге проходя. Ну, слава богу. Угодил. Так. Рудник. Да, пора тоже домики ставить. Деревня. Лесопилку. Или одион здесь. Ну, у меня еще треугольничек, наверное... Я даже не знаю, как у меня тут он будет. Давайте каменоломню. Так, 19 секунд. Семь секунд. Идем. Идем вперед. Идем вперед. Блин, я сюда полководца не назначил. Нет, должен выполнить. Сюда вот назначаю полководца сейчас. Теперь идем сюда. Назначаем полководца. Лечение вот этого давайте. Семь. Здесь уже есть полководец. Опять какой-то налет тут варваров у нас. Травник. Гроза всадников. Храбрость. Ну, тут нету всадников. Просто у варваров смысл мне генералу давать. Если бы это была прокачка для юнита, я тогда еще подумал. Так, лечимся. 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 Это уже максимум у меня прокачивает. Видите, пятого уровня прачник. И этот максимум прокачан. Кайф. Ферма. Там Одион строится. Тут у нас поселенец бежит. Знаете, наверное, тут. А, вообще, я, наверное, думаю, я могу чудо построить. Высокая культура. Так. Геликарнатский мавзолей. Где у меня высокая культура? Растущая. Ага. Только через двадцать восемь лет в Халебе. Так. Значит, тут надо Одион. Чтобы быстрее это все произошло. Прачник. Так. В этом городе еще восстановление пока. Гуляем по территории Перса. Наверное, ничего не буду тут никакие. Послушайте, а что у меня может делать сплотить войска? Да нет, у меня этих очков на самом деле. Давайте. Может, маршировать тогда использовать? У меня куча приказов и куча военных очков. так. Так. И так. Ну, нормальненько. Мне нравится. Везде успели. Хотя, может, вандалам уже войну объявлять? Ух ты, тяжело болен царь. 59 лет. Ну, логика есть. Так. Давайте прачника за цивики ускорим. Чтобы выполнить вот эту амбицию. Крит прошел. Отлично. Ну, я бы, наверное, вандалам объявлял уже войну. Просто зачистил бы... Так, этот у нас сюда бежит. Просто зачистил бы уже территорию. рабочего. Так, а что у нас по армиям? Перс сильнее, Карфаген, Египет и Грек одинаковы. Вот и поселенец еще один. Этого мы сюда отправляем. Так. Три жителя. Давайте, наверное, в пастухи сначала. В Ниневии стены. Форум казначейства. Этот у нас на священников, на монастыри и храмы. Блин, но тут не распространена религия. Нам бы катить сюда религию. Фермер или... Ладно, давайте фермера. В Тарсе после прачника апостола. Хочу распространять религию. Ну, наверное, просто поставлю в город. Тоже просто стоим в городе. Стоим. Добиваем. И бегаем скаутом. Девять приказов. Колесо со спицами. Это у нас верховный советник появится. Да, надо как-то науку уже, наверное, максить. О, следующим ходом умрет. Это я, значит, вовремя успел амбицию выполнить. Есть полководец. Отлично. Выбрано. Есть. Восемь лег... Сколько? Восемь легитимностей добавили всего. Так, пять амбиций. Празднует серебряный юбилей. Амбицию контролирует сто населения. Восемь законов. Пять старших спецов. То есть, у нас два старших. И еще три будет. У меня двадцать лет. Ну, давайте попробуем. Ладно. В следующем ходу умрет. У меня двадцать лет на эту амбицию есть, в общем-то. Я, в любом случае, двух старших полководцев буду делать. Я бы, наверное, здесь поставил. Так, у воителей три есть. Это охотники два. И у священнослужителей два. То есть, у священнослужителей либо охотники. Наверно, наверное, все-таки охотники, а священнослужителей там поставлю. Охотники у нас на лагеря и сети, да? Тут есть сети. А тут есть лагерь. Ладно, нет охотников. Тут два лагеря я вижу. И тут, возможно, сети еще будут. Нет, не будет. Тут сетей не будет. Ладно, поехали. Лесопилки. Слушайте, а торговать только вот эти караваны отправляют, да? Возможно. Ну да, тут нет таких действий, как с аишками. А кто-нибудь вообще уже канцлера поставил? Это верховный советник, я не знаю. Ну, в смысле... Да, есть. Ну, так он отправляет караваны. Никто не хочет цивики тратить на отправку караванов? Нет, ну, там же достаточно сложно получить доступ к караванам. Там либо правитель должен быть определенного... Нет, нет, не караваны. Смотри, канцлер может торговый путь... Я вот про это говорю. Про торговлю ресурсами. Нет, нет. Караваны – это другое. Караваны просто деньги дают. Не понимаете, о чем я? Нет. Это только в сингл игре можно. Это только в сингл игре делается, да? Здесь нельзя. Так, мы пойдемте, наверное, галов добьем. Блин, пять секунд. Не успел походить. Не успел. Эх. Умер царь Осирии. Умер царь Осирии. Слушай, а где же мне старших? Мне только, наверное, в Одионе можно будет старших этих делать. Да и то у меня... Да, умер царь Осирии. Ну, новый тоже ничего такой. Ну, и у меня еще наследник наследника стал расточительным. Не успел. Умер царь. Умер царь. Как? Умер царь. Умер царь. короче уже против нации мне кажется без нации не стоит прокачивать так умер царь но медицину нужно всех вырезать все племена причем нам берите с таким отребьем кушать 5 о 280 науки и уровень культуры в ашуре отлично и открываем монашество так я в ашуре могу явно крутое чудо построить был у меня правитель хорошим оратором стал фанатиком да у меня ашур стал высокой до 2 приказа было так давайте сюда пройдем игра предлагает мне вот здесь были карнатский мавзолей все города плюс 40 процентов культуры у меня дипломат ущербный требуется холм а других нет а я бы вот здесь построил нормальных так ему надо марш сюда и строим галикарнатский мавзолей а чё там галикарнатский мавзолей дает не знаю это единственное чудо которое я мог построить но вообще плюс 40 процентов культуры всем городам сильно сильно не наверное мудрость еще амбицию 5 чужеземных городов нет открыть бронебойные стрелы и баллистику 9 городов связанных со столицей в принципе да на этом пока все спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных оно появится завтра и пожалуйста не забывайте про клипы снизу под видео кнопочка создать а потом кинуть ссылку в комментарий под этой серии не удивляйтесь что этот комментарий сразу не появится я его в любом случае увижу спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока